Двухчубные оригинальные летно-игровые голуби были сформированы в Узбекистане. Разновидности узбекских голубей известны более сотни лет и стали визитной карточкой страны. Современные голуби там представлены огромной популяцией. В древности голубеводство считалось уделом эмиров, но после революции сохранилось совсем немного пород. Дальше ими занимались селекционеры, скрещивая с турецкими персидскими голубями и китайскими короткоклевыми чайками. Так вывели двух чубых голубей с оригинальным экстерьером. Сегодня узбекских голубей делят на декоративных и бойных. Изюминкой на выставках являются узбекские бойные, которые ценятся во всем мире за качество и внешние данные. Разделили голубей на бойных и декоративных в 1989 году. Последних отбирают по внешним данным. Приобрести чистокровного узбекского – это мечта голубеводов. Но стоят они дорого, что способствовало организации черного рынка. Дорогих голубей воруют и перепродают. По окрасу узбекские голуби бывают белоснежные с черной радужиной, красные – руян, смоляные – жук, а также серые и бежевые. Среди пород узбекских голубей наибольшей известностью пользуются следующие. Это чинны с белоснежной головкой, лохмами, маховым и хвостовым оперением. Другие части тела бывают красные или ярко-желтые. Челкари – это мраморные голуби. Их классический цвет – темно-серый, зольный или с черным крапом. Ок-сочь – белоснежные голуби с черными крыльями и хвостом. Кара-сочь – негатив предыдущих. Гульсары – это цветные голуби, у них шея и голова белые. Шерхадзы – полностью цветные, с белым крапом на груди. У гульдобамов – белоснежное оперение с красным или желтым крапом на груди и в подклюве. Овлаки – белые или с цветной грудью. Большинство узбекских чубатые, но бывают и гладкоголовые. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok